Я знаю, что обычно самым интересным докладчиком бывает тот, который сообщает о тех событиях, участникам которых он сам был, которые он сам видел, где сам принимал, может быть, если уж не активное участие, то, по крайней мере, зрителям был непосредственным. Так вот, и в данном случае, поскольку тема у нас сегодня – «Посмертная жизнь» Осипова, то я хочу вам сказать – я был там, был и там, был и там. В раю мне не очень понравилось, почти никого своих знакомых не встретил. Всё какие чужие лица, все какие-то древние, старые, бородатые. А вот когда попал туда вниз – Боже мой, какая радость! Одни – знакомые. Причём снизу до верху, представляете? От Мериан до... Ну, уж дальше не буду называть, понимаете? Иногда и не стоит даже называть. Но, одним словом, там очень много знакомых людей встретил, и мне очень не хотелось оттуда уходить. Но сказали... Знаете что, потерпите немножко! Скоро мы вас примем с распростёртыми объятиями. Я поблагодарил и отправился опять на грешную землю. Вот так, благодаря этому, мы сегодня встречаемся, видите, даже здесь. Пока не оставили, но пока. Сами понимаете. Всё приходящее, время течёт в одну сторону. И хотя Платон, великий древнегреческий философ, говорил, что время – это текущий образ вечности, да, тем не менее, всё-таки оно действительно как-то на вечность пока не похоже. Итак, что же я там видел? Я вам сказал только о своих встречах, и не называя, конечно, никаких имён, естественно. Да. А что там видел, и какие вещи там имеют место пребывать? Первое, пожалуй, самое главное, и самое интересное, что мне показали там – это как человек прощается с этой жизнью. Оказывается, это очень интересный момент. Вот здесь спрашивают всё, как, что происходит. Некоторые говорят, что это очень страшно, другие говорят, что это незаметно, третьи даже говорят, что даже очень-очень, даже радостно. Но объективная картина может быть услышана только оттуда. Вот что же мы слышим здесь, ну, я бы сказал, достоверного? Сначала хочу сказать – это тема, по которой столько написано фантазий, столько всякого сочинительства, столько выдумок, что подчас просто можно и даже удивляться. Ну, конечно, человек интересуется этим вопросом, и, естественно, ему хочется знать. Но нельзя же, вы знаете, свои, свои выдумки предлагать в качестве каких-то реальных вещей. Но, к сожалению, ещё раз говорю, довольно это часто можно встретить и видеть. Для того, чтобы обосновать то, что я буду говорить сейчас, я хочу сказать о том, что является спецификой православия. Много религий. Ну, ладно, оставим другие религии. Я хочу сказать, что в самом христианстве в настоящий момент так появилось много различных течений, ветвей, или, как принято сейчас говорить, конфессией, что уже сказать христианство – это сказать что-то неопределённое, просто неясное, о чём идёт речь. Потому что, если обратиться к настоящему дню, то можно встретить вещи, которые просто вызывают изумление, это как минимум опроса негодования. Я помню, когда была ассамблея Всемирного Совета Церквей в Канберре, то делегаты православных церквей, вы знаете, что в экуменический этот совет или Всемирный Совет Церквей входили практически все православные церкви. Сейчас ситуация несколько изменилась. Так вот, там православные делегаты вынуждены были собраться вместе, чтобы заявить протест этой всей ассамблеи. Ну, подавляющее большинство участников там – это протестанты. Почему? Какой протест? В связи с чем? В связи с тем, что уже от христианства фактически там ничего не остаётся. Учение о Троице, оказывает Дух Святой – это женщина, богиня, Христос. Бог? Ну что вы! Какой Бог? Человек! Не просто человек, а какой-то идеалист! Не просто идеалист, а ещё мечтатель! Иуда! Куда лучше его? Это более трезвый, более разумный человек, практичный, понимающий. А здесь что? Вы знаете, о Богоматери говорить не хочу. Сам Христос, его жизнь с чем связана, какие там только пассажи они рисуют. Одним словом, православные вынуждены были уже заявить, если хотите, так формальный и по существу протест против того, что совершается над христианством. Тем более, хочу обратить внимание, что, например, протестантизм в своём возникновении, в 16-м столетии, одним из своих основных, я бы сказал, догматических, что ли, положений утверждает только Писание. То есть, мы верим во всё то, о чём говорит Писание. Всё то, что вне его, мы отвергаем. Или не принимаем. В данном случае, что происходит? Протестантизм именно вопреки Писанию стал утверждать вот те дикие вещи, против которых православные вынуждены были выступить. Итак, в чём суть православия, на чём он у нас стоит, какой его фундамент? Может быть, чтобы более точно это выразить, хочу сказать, как просто в католицизме. Рим сказал, в смысле, Папа, всё, всё, больше ничего не требуется, никаких доказательств, просто ничего не требуется. Сказал один час перед причастием, всё в порядке, всё ура, как здорово! И всё! И сейчас один час поста! Один час поста! Слышите? Перед причастием! Оказывается, человек – это жвачное животное! Ему час не пожевать! Это уже такой пост, что, боже мой! Но Папа сказал, всё в порядке! Последняя инстанция! Протестантизм! Каждый человек является, если хотите, носителем, ну, истины с маленькой буквы. Лучше сказать иначе. Истины нет! Есть мнение! Есть мнение! Ну, вы считаете, что Христос – Бог. Ну, пожалуйста, я уважаю ваше мнение! Я считаю, что это просто человек. Уважаем ваше мнение! Что угодно! Нет! Нет никакой твёрдой основы! Нет! Чем характеризуется православие? Тем, что оно утверждает, что верным пониманием любой христианской истины, любого места священного Писания, священного Писания в цел и христианского учения в целом, критерием этого понимания, критерием истинности понимания является только совокупный голос святых отцов, который говорит по данному вопросу. Даже единичное мнение какого-нибудь отца можно считать, но это его мнение. Когда же мы видим, что то же самое утверждает не один, не два, а, если хотите, множество их, тогда православие говорит, следовательно, здесь высказано не мнение, не мне так кажется, не мне пришла такая в голову мысль в понимании данного вопроса, а это является ничем иным, как голосом того же Духа Святого, которым написано само Священное Писание. Хочу только сделать одно небольшое, ну, я бы сказал, замечание, которое имеет очень важное значение. Мы говорим «святой», я сказал «святой». Ну, хорошо. Разбойник справа распитый. Святой? Ну, да, святой. А если бы он что-нибудь писал до этого? Ему что сказали? И уже у святых, разбойника нашего, а он писал какие-нибудь там, знаете, такие вещи, которые связаны с его деятельностью активной, что это было бы? Множество мучеников, которые в последний момент только, в конце концов, вот решали, как – отрекаюсь или не отрекаюсь. Обычные люди, но здесь, здесь, решился, нет, умру, но не отрекусь. И церковь справедливо называет его святым. Это какой человек? Вот, как вот сейчас приди автоматчик и скажет так, кто не отречётся – расстрел. И все, кто не отрёкся, их завтра церковь причистит крику святых. Но мы же знаем, мы святые, я святой. Вы что? Я-то знаю, что я не святой. Церковь причисляет почему. Потому что в данном случае человек совершил вот этот подвиг. Это одна категория тех, которые называют церковь святыми. есть совсем другая. Это те люди, которые действительно свою жизнью осуществили Евангелие в себе, внутри. То есть те, о которых мы говорим, что это люди, достигшие чистоты души. Как помните? Блаженные, чистые сердца. Ибо они Бога узрят. Мы никакого Бога не видим. Себя-то не видим. Они достигали чистоты души. Они достигали того, о чём говорил Серафим Саровский, что цель человеческой жизни – достижание Духа Святого Божьего. Поэтому они стали носителями вот того же Духа Божьего, которым написано само Священное Писание. И их учение по этому, ещё раз повторяю, не одного человека, конечно, а когда мы видим совокупный голос, мы говорим, вот оно, где истина, вот наш критерий истины. Вот критерий, по которым можем судить, что верно, а что ложно. в протестантизме, опять отвлекаясь, я говорю, там нет никакого критерия. Нет! Говорят, только Писание, но, простите, вот, десять человек, и каждый по-своему поймёт одно и то же место Писания. А что же правильно? А где же истина? Это замечание, почему я делаю? Потому что, когда мы касаемся такого серьёзного вопроса, как посмертная жизнь человека и целая совокупность вопросов, связанных с этой темой, здесь чрезвычайно важно именно говорить то, что действительно открыто этими людьми и не поддаться на то, что как кажется или можно предполагать и так далее. Итак, что же они говорят? Кстати, хочу сказать, что, когда мы говорим «говорит церковь», то вот, что такое церковь говорит. Вы знаете, это светские, мирские люди совершенно этого не понимают. Патриарх сказал им «вот церковь говорит». Или собор там какой-нибудь, или архиерей какой-нибудь сказал, «вот говорит церковь». Они только могут передавать, они обязаны передавать, обязаны говорить людям о том, что говорит совокупный голос отцов, святых. Недаром, недаром есть такое понятие священное предание, предание, то есть передавание. Передавание чего? Прежде всего, это, конечно, вот этого учения святых отцов. Вот, где говорит церковь, когда передаёт голос святых отцов. Это говорит церковь. Но, не знаю, это нужно отдельно уже говорить о том, что церковь может тоже по-разному понимать. Да, одно дело – церковь, вот то, о чём мы сказали, и другое совсем – церковь – это организация, в которой есть соответствующие уровни чинов, своя администрация, своя структура, своя дисциплина, то есть организация. Это совсем, это же другое. Эта организация призвана выражать голос церкви, но выражает или нет, о, к этому нужно относиться очень осторожно. Святитель Филарет Московский, Дроздов, он прямо писал о том, что ни одна поместная церковь не гарантирована от заблуждений. Ни одна! Почему? А всё зависит от того, в какой степени эта поместная церковь следует, придерживается учения святых отцов. Пример, пожалуйста, сколько угодно. Возьмите Европу, возьмите Ватикан. Это церковь? Ну, конечно, нет. Да, она именуется, конечно, церковью, но церковь – это то, что указывает верный путь спасения. Верный путь, то есть тот, который основан на учении святых отцов. Если этого нет, если она не спасает человека, не ведёт по пути спасения, следовательно, это не церковь. Возьмите протестантский, я только что сказал, уже дошло до отрицания самых основополагающих христианских истин. Это очень важно понимать, чтобы не смешивать внешнюю, так сказать, сторону, административную, что ли, жизнь церкви с действительностью церковью, которая по апостолу Павла называется образно, знаете, телом Христовым, то есть единым организмом. Организмом, едином, основой которого является вот то, о чём сейчас мы говорили. Итак, в данном случае, что говорит церковь? Не организация, совсем нет, а именно церковь, то есть что говорят святые отцы по этому столь важному, ну, не только важному, это вопрос, я бы сказал, главнейший просто вопрос для каждого человека, ибо, как я слышал, что будто бы все в конечном счёте всё равно, и ничего не сделаешь. и что там будет? Действительно, а что там будет? Общее представление, которое мы находим, оно выражено в нескольких понятиях, которые для всех, в общем-то, известны, и, но которые требуют, конечно, определённых, определённых, я бы сказал, объяснений, уточнений. Да, общая, конечно, ситуация такова. Человек – это душа и тело. Но в то же время мы находим и другое разделение. Это дух, душа и тело. У Луки Война-Ясенецкого, святителя, даже есть целая книжечка небольшая «Дух, душа и тело». Почему я об этом говорю? А что смерть? Что это такое? Умирает тело, а душа и дух? А что такое душа? А душа умирает или нет? А дух? И вот один из моментов, который действительно требует сразу прояснения, чтобы понимать этот серьёзный вопрос. Дело вот в чём. Мы находим у святых отцов интереснейшие высказания, ну, в частности, от Григория Ницкого, например, и целый ряд других, говорим, что человек – это разумное животное. Правда, какое грубое определение? Ну, как от святого просто и даже не ожидаешь. Да-да! Оказывается, кроме тела в человеке есть душа, которая общая со всем животным миром. но, кроме того, у человека есть дух или личность, или я – это ум, это самосознание, которым владает только человек, и которого нет ни в каком уровне животного существования окружающего мира. Так вот, со смертью уничтожается не одно тело, но и вся эта животная сторона, которая общая с животным миром, то же самое, но остаётся дух, личность, самосознание, в котором, если хотите, концентрируется весь опыт земной жизни. Память! Ну, что память? Память – это слишком даже легко сказано. Полное видение того, что происходило в земной жизни. Всё это концентрируется вот в этой третьей, третьей, высшей части человека, который именуется духом. По-гречески – это нус. Кстати, надо различать опять-таки понятие… Вот в русском языке есть понятие ума и рассудка. Это хорошо! В греческом языке тоже есть нус и логос. Так вот, видите, рассудок мы уже сейчас моделируем. Пожалуйста, компьютер. Вот вам рассудок. Железка и, ой, как работает! Ещё подчас лучше человека. Считает и, кажется, думает, но бездушная железка. А есть нус или ум – это совсем другое. Это не просто рассудок. Нет, ум связан с тем, о чём меньше всего мы думаем. Но если обратимся к Евангелию, то находим очень интересные вещи. Христос говорит, из сердца выходит помышление, исходит помышление человека. Правда, интересно, как? Как? Разве нет ума? В том-то и дело, что ум – это не рассудок, а ум – это дух человеческий. А дух человеческий включает в себя, включает в себя, оказывается, не только просто способность, способность рассуждения, но включает в себя ещё способность переживания, переживания, способность ощущения, способность ту, о которой говорят отцы, способность созерцания Бога, то есть переживания самого Бога. Вот так. Итак, что же означает смерть человека? Оказывается, умирает тело и умирает эта животная часть души человеческой. Остаётся я, личность, которая характеризуется чем? Способностью самопознания. Ведь стоит действительно обратить внимание, я могу видеть, какую я глупости говорю или умности говорю, то есть я самого себя даже могу объективировать, даже самого себя. Сказать, какую глупость сказал! Оказывается, сам ум является, может являться объектом моего внимания, моего осмысления. Личность, вот оно, где дух. Кстати, скажу вам, что определения личности так до сих пор и фактически нет. Возьмите, посмотрите в философии и даже в нашем богословии и определения личности нет. Не будем удивляться этому. Почему? Ещё обращаюсь опять тот же Платон, древнегреческий великий мыслитель говорил так. Простые вещи не имеют определений. Простые, то есть не сложные, которые не состоят из чего-то, а простые. Кто определит, что такое красный цвет? Скажут только одно – посмотри, могу показать, но рассказать? Попробуйте рассказать. Само простые вещи не имеют определений. Личность относится к этой категории. Кстати, не только личность. И Бог, Бог, вот она первичная реальность, которая также не имеет определений. Невозможно. Ведь, может быть, вы помните этот эпизод? Ну, неважно, может, не помните, это не имеет значения, когда Сократ допрашивал одного софиста, софиста, который софист, то есть мудрец. Гиппий, я гиппий. Ты мне не скажешь, что такое красота? Гиппий, ну, Сократ, что ты, не знаешь, что ли? Ну, красивая женщина, понимаешь? Да, гиппий, я тебя спрашиваю не об этом. Ты же понимаешь, что самая красавица, что ни на есть, но перед лицом богини-то она кем будет? Ну, что ты хочешь, Сократ? А ты скажешь, что такое красота? Ну, лошадь красивая. Ну, гиппий, ты совсем с ума сошёл. Ну, как же я тебе в красоте, а ты мне лошади? Кончалось с тем, ученики хохочут, кругом, гипераздражённый, разозлённый, уходит. Действительно, простые вещи не имеют определения. Я говорю это к тому, что мы говорим, что со смертью да, остаётся что? Вот эта личность, это очень, это чрезвычайно важно, то есть самосознание, то есть, если хотите, осознание всего опыта своей жизни в теле и в душе, который она имела в течение вот какого-то времени. Это первое такое очень важное положение. Дальше. А дальше довольно много интересных вещей. Говорят, причём это говорит не кто-нибудь, например, Кирилл Александрийский, там, Макарий Великий, целый ряд святых отцов, говорят так, что по смерти тела и этой низшей части души дух не сразу расстаётся с этим миром в зависимости от степени его привязанности к этому миру. Привязанности могут быть самого разного порядка. к богатстве, к богатству, к славе, к людям, к вещам, ну, неважно, к чему. И часто именно личность здесь ещё находится вот какое-то время. Считается, что так это уже традиции своего рода, которые всё-таки исходят, видите, из святоотеческого понимания, что даже в течение, может быть, трёх дней в обычных условиях, конечно, в обычных. мирных условиях. Душа может находиться здесь. Она даже, более того, есть очень интересные, например, рассказы, к которым можно относиться по-разному. Но до революции была издана одна книга «Икскуль» автор. Называется она «Невероятные истории». невероятная история как раз о смерти. Этот «Икскуль» умер, но потом ожил. И он, в частности, просто рассказывает о том, что он как личность, что он созерцал, когда он скончался. Он видел всех, причём видел не просто, как сейчас мы видим, а видел состояние души. Он видел лицемеров, видел, кто искренне сожалел о его кончине. Видел, как уже делят его там, кому что достанется от его имущества. В общем, он интересно это описывает, но он потом действительно ожил. Такие же вещи это бывают, вы знаете. Ничего удивительного здесь нет. И, конечно, представляете, и он пишет об этом, как ему после этого было тяжело встречаться с теми людьми, в которых он увидел их подлинное строение, чем они жили действительно, как к нему относились, из-за чего они спорили, когда он умер, из-за дележа его имущества и так далее. Эти, вы знаете, такие действительно факты есть. Ничего удивительного здесь нет. Есть даже факты другого порядка. Почему факты такие, которые абсолютно бесспорные, если хотите, я вам назвал, совершенно бесспорные. Мой сосед, я живу в Сергеем Посаде, рассказывал мне, это человек очень почтенного возраста, учитель, уже бывший он учитель, это давно он мне рассказывал, не сейчас. учитель, очень простой человек, и такой искренний, и всё. Он рассказывал, как с ним произошёл случай в молодости, когда ему было 20 лет, он заболел тифом, лежал в больнице и скончался. Но как? Говорит, я лежал в больнице, и вдруг я вижу, что я стою среди палаты и вижу себя, и вижу других. Потом я вспомнил, а где мои там друзья-товарищи? Ну, он говорит, так это было. Был 1 мая. Говорит, вижу. Тут же я оказался около них. Он говорил, место, где они там сидят, выпивают, и, это были, это были 30-е годы, ведут политические речи. Неблагонадёжные. Говорит, я попытался было с ними, ну, заговорить что-то, моя рука проходит, мимо их. В общем, никакой реакции с их стороны. Потом вспомнил девушка знакомая. Тут же оказался около нас, сидит с каким-то другим молодым человеком, слышит, что они говорят, и всё такое. Потом вспомнил, так я же в больнице. У меня его запись даже, я попросил его записать. Я же в больнице. Говорит, тут же я оказался, опять в палате, и вижу такую картину. Около моей кровати стоит врач и две, ещё тогда было, сестры милосердия. Врач произносит, он мёртв, и его нужно отнести в мертвецкое, ещё мертвецкое было. Слышите, как интересно? То, что сейчас в Боргом называется. Мертвецкое. И вот в это время вдруг я ощутил страшный холод и слышу крики. Он жив! Я действительно открываю глаза, увидел врача, увидел сестёр милосердия. Сразу же никакой температуры всё прошло. Я выздоровел тут же. И меня, не помню, к вечеру, что ли, уже выписали. Я пришёл, когда домой, отцу стал рассказывать. Отец мне ответил, не вздумай кому-либо рассказывать об этом. недавно, то есть, не недавно, а какое-то время назад был точно такой же случай. И когда человек рассказал об этом, все сочли его сумасшедшим. Но самое интересное, что он потом встречается с этими друзьями и говорит, что же это вы так, такие речи-то ведёте? Они говорят, ты что? Ты откуда знаешь? Они в ужас пришли! Оказалось точно! Девушку встречает, та вспыхнула бедная! То есть, оказалось что? Оказалось точно, что он действительно, его душа, будем говорить так, да, выходила из тела, видела происходящее вот то и другое, всё это подтвердилось самым реальным образом. Ну, я не знаю, стоит ли рассказывать ещё какие-то факты. Почти не сомневаюсь, что у кого-то из вас что-то наверняка подобное, может быть, вы знаете. Есть ещё несколько реальных таких же фактов, которые, несомненных фактов, которые свидетельствуют о чём? что очень важно, что действительно у человека есть душа помимо... Я сейчас беру в общем смысле душа, помимо тела. Эти факты очень были важны, особенно в атеистическую эпоху. Они очень важны, особенно для человека, который считает, нет, человек – это тело, и всё. Разрушено тело, погибло тело, и никакой души. Нет! Нет! Душа действительно есть! И не только есть! Я рассказал вот об этом случае. А ведь есть случаи куда более серьёзные. Вот сейчас уже, уже, ну, после перестройки у нас, на самом деле, на Западе в этот период, начиная вот с книги Моуди «Жизнь после жизни», может быть, слышал кто, это американский один врач, начиная с него, когда он, реанимируя некоторых больных, узнавал... Собственно, они, эти больные, рассказывали ему некоторые. Это редкие, редкие, но рассказывали, что они переживали. И он описал это в своей книге. Такие случаи. Большинство ничего не говорят. Может быть, ничего и не видят. Не знаю. Но вот этот Моуди, он описал. И затем появилось уже немало литературы, литературы относительно этой темы. Чем она характеризуется? Вот если этот Моуди писал только о тех случаях, которые рассказывали реанимированные люди о том, что они видели там свет, некую радость, радостную встречу, то уже следующие авторы пишут о другом. Вот, в частности, некто Роулингс, да, он прямо пишет уже о другом, что кто-то действительно встречается там с таким благожелательством и радостным приёмом, а многие... И он говорит, что учащаются эти случаи, всё больше их становится, которые переживают тяжёлые страдания. Он начинает свою книгу даже с того эпизода. Он такой, говорит, я достаточно был сильный человек, и я иногда так делал массаж, что просто ломал даже рёбра. И обычно больной кричал «Доктор, прекратите!» А здесь, говорит, вопреки этой привычной для меня реакции, вдруг «Доктор, не переставайте!» «Доктор, продолжайте!» И когда он совсем пришёлся, я спросил, что такое? Я невероятно страдал там! Это ужасные муки! И потом он пишет там о тех, кто кончал самоубийством. Особенно оказались тяжёлыми страданиями, тяжёлые страдания переживали эти люди. Он там описывает. Кто интересуется, пожалуйста, это же книжки эти продаются. Это уже другое дело. Здесь уже вот те факты, которые он сообщает, они уже действительно соответствуют тому, о чём говорит православие. То есть о том, что посмертное существование души может быть очень различным. есть души, о которых пишут, например, вот Антоний Великий, как огненный столб восходит на небо, а есть, которые проходят через очень серьёзные испытания. в церковной традиции есть такое понятие даже мытарства. О них сейчас я скажу. А сначала хочу сказать о традиции той, о которой пишут уже древние святые отцы. Кирилл Александрийский, например, это V век. И не он один. Пишут о том, что с человеком, с душой человеческой уже происходит такие вещи. Так, как я сказал, первые трое суток наша душа ещё здесь не может оторваться. Она всё хочет убедиться, что, может быть, войти в контакт. Ну, трудно оторваться, и всё. А дальше церковная традиция говорит о том, что последующие шесть дней по если говорить о нашем времени. Вы знаете, почему я так оговорился? Потому что ситуация-то вот какого рода. Что по смерти душа входит в область вечности. Нет там времени. Там не время. там вечность. Вечность – это не бесконечное время. Вечность – это не остановка во времени. Это совсем другая категория. Ни то, ни другое. Это просто вечность. Но пишут о том, что применительно, так сказать, как проецируют, что ли, на наше время, на наше земное существование. И пишут именно так, что последующие шесть дней с третьего так, сейчас скажу, да, по девятый день душа проходит своего рода экзамен на добро. это очень, очень интересно. Описывается это так. Обычно уже эти описания носят, я бы сказал, не абсолютно характер, я бы сказал, точно отражающий действительность. Это некая попытка представить себе, что происходит. по крайней мере, я хочу вам сразу сказать о том, что сказал ангел Макарию Александрийскому преподобному, когда говорил ему о мытарствах, то есть о том, что душа там проходит по смерти. И ангел прямо сказал преподобному Макарию, всё, что я тебе говорю здесь, это есть лишь самое слабое подобие происходящего там. Самое слабое подобие, обращая внимание. Ну, мне кажется, что происходит приблизительно следующее. Вы хотите слепому рассказать о цветах. Как ему рассказать? Каким образом? Ну, подойдите к фортепиано. До. О, это красный цвет. Ре. Оранжевый. Ми. Жёлтый. И так далее. Все цвета радуги пройдёте, и теперь слепой будет знать, что до это красный. И так далее. И когда вы нажимаете он всё понимает, да-да-да-да-да. А вот букет он, пожалуйста, понимаю букет. Он понимает. Вы ему играете гамму, пожалуйста. Симиляра соль до фа, пожалуйста, вам. всё понял. Всё понял. Всё понял. Спасибо. Что он понял? Вот об этом ангел и сказал. Всё, что говорится об этих переживаниях, состояниях и, так сказать, образных вещах, это есть только самое слабое подобие происходящего там. Но, тем не менее, это подобие необходимо нам, чтобы каким-то образом хотя бы понимать, ну, не понимать, хотя бы представлять, хотя бы понимать саму идею. И вот сама эта идея, она выражается в чём? Вот эти первые шесть дней с третьего по девятый день человек оказывается перед лицом всякой святыни, красоты, добра, истины во всех вариантах, которые только можем мы себе представить. Душа, так сказать, испытывается, испытывается. Показывается целомудрие, она отвращается. Оказывается, милосердие она не выносит. показывает чистота души. Ей это неприглядно. Я примеры просто привожу. То есть, душа, если хотите, как бы проверяет вся, проверяется сама, себя, никто не будет, она сама видит, что с ней происходит. Дело вот в чём, что воля, с которой мы все обладаем, со смертью отнимается. Остаётся осознание, но нет воли, чтобы измениться, чтобы изменить и измениться. Нет воли. Происходит только реакция. А воли, чтобы что-то изменить, уже нет возможности. Отнимается воля у души человеческой. Так вот, первые шесть дней душа, оказывается, проходит перед лицом, ну, будем сказать, святыни и испытывается, как это влечёт её или отталкивает её. А затем, уже по меркам нашего времени, с девятого дня по сороковой день она оказывается перед лицом прямо противоположных вещей. То, что в литературе, нашей церковной литературе называется мытарствами. Здесь, как поисствует, например, жития жития Василия Нового, там, блаженный Феодора. Это, так сказать, картинки своего рода, словесные, рисует очень много, фантазии тут необыкновенные, конечно. Но вся суть, что происходит здесь, перед лицом страстей душа оказывается одной за другой. Обычно называют двадцать мытарств. Называют двадцать страстей, выделяют эти. Но выделяют, конечно, как по категориям. Знаете, как род и вид. Род более общее понятие, вид более конкретное. Так можно сказать, что двадцать родовых таких понятий, двадцать страстей. Здесь происходит тоже экзамен своего рода для души. очень интересное соображение высказывает при этом, например, Феофан Затворник, всем известный человек. Он говорит в своем толковании на 118-й псалом, если кто интересуется, может посмотреть более подробно 80-й стих. И он пишет, говорит, я думаю, что на мытарствах вот что происходит. Хотя и говорят постоянно большей частью пишут о том, что вот душе показывает страсть, она в ужасе, и она срывается, здесь, может быть, ее бесы окружают. Говорят, я думаю, происходит вот что. Как раз показывают не страшные картины, а показывают обольстительно приятные картины. насколько это возможно. И душа, которая заряжена вот этой страстью, как он, он пишет, она бросается на это. А тут уже он пишет, тут уже здрасте, мы тебя ждем. Ну, в общем, впечатление такое, что как на блесну щук ловит. Ситуацию вот так он объясняет. Феофан Затворник. Одним словом, неважно уже, кто, так сказать, более верно, суть и идея сама по себе совершенно очевидна. Очевидно, что здесь происходит именно экзамен. Человек сдает экзамен. Вот те горы золота. Ну, как? Алчный человек бросается на это. Слава! И человек не выдерживает. Одним словом, ну, к примеру, можно приводить сколько угодно, но суть оказывается вот в чем. Таким образом, душа в течение вот этого времени, земного времени, это, смотрите, это 30 дней проходит экзамен на зло, на страсти. Ну, почему больше это продолжается? Я надеюсь, всем нам понятно, правда же? Потому что у нас все-таки, наверное, побольше страстей, чем добродетели. Да, и тут удивляться не приходится. Вот так проходит экзамен. и так, говорят, душа падает на том или ином мытарстве. Но речь идет не только на одном, может, и на многих, может, и на всех, это вопрос уже другой. Но именно здесь происходит самопознание души, самооценка, а самое, но самое тяжелое, что происходит? что душа желает, а получить не может. Ситуация приблизительно получается такая. Голодному человеку сквозь стекло с дырочками показывает там чего-нибудь жаркое какое-нибудь. Хочет, не может. Один из наших замечательных подвижников Игумен Никон Воробьев даже писал так, что страсти, с которыми человек не боролся здесь, там они обнаруживаются в тысячу раз более сильно, чем здесь. Ну, представьте, вот неприязнь какая-нибудь, страшная неприязнь. Но человек заснул, он же ничего не чувствует, он отдыхает, отпрекается какими-то делами. Вновь там возникает эта злоба у него на кого-то, но здесь ещё всё приглушено телом и обстоятельствами. Там нет никаких препятствий. И там эта страсть уже со всей силой действует в человеке. Представьте себе, злобу! И он содрогается от этого. И так любая страсть мучает человека без какой-либо возможности её удовлетворения. Вот что начинается, начинается там. И вот, соответственно, тому, как она проходит экзамен первые шесть дней, последующие тридцать дней, происходит, что, ну, если брать такое обычное описание, потому что, ну, всегда хочется написать это на каком-то понятном языке, то описано так, что Бог определяет после каждого, значит, после шести дней определяет, то есть, душа появляется перед Богом после сорока дней, то же самое и дело. Но святотельская мысль говорит о том, что происходит естественное соединение души человеческой с тем миром, который более соответствует её состоянию, миру зла, зависти, ненависти и всякой всячины. В общем, нечего перечислять. Или наоборот. Или наоборот. Мира, благожелательства, милосердия и так далее. Вот что происходит. Ад и рай, хотя изображает его рай, мы смотрим вверх, ад, мы смотрим вниз и даже подчас говорят прямо, что ад находится в центре даже земли. Даже такой мы находим. Всё это образы. На самом деле суть-то в чём? в состоянии их души. Ну, мы же прекрасно знаем, что такое радость, а что такое страдание. Где они? В душе. Вот это именно происходит в подсмертном состоянии души. К чему она стремилась? Чем она жила? Чего лелеяла? Что культивировала? Культивировала, если хотите? Ведь вы знаете, это очень, конечно, серьёзный вопрос, на который обращают святые отцы. Здесь ведь оказывается, может человек просто жить, поставить себе, если, ну, иметь это своей целью, даже, своим, своей, ну, нормой, что ли? Нет, норма – это слишком слабо. Нет, именно целью жизни вот какой-то культ той или иной страсти. Вот тогда беда, когда он это именно видит, это целью своей. Может быть, и другое, когда человек в силу обстоятельств к чему-то пристрастился. Так? Но понимает, что это не то, что я хочу. В конце концов, это не то, что я считаю нормой для меня как человека. Я не согласен с этим. Я просто не могу оторваться от этого. Увы. Но на самом деле я всё-таки против этого. Это оказывается чрезвычайно важная, так сказать, ситуация, которая, которая, о которой говорит христианство. ведь, вы знаете, если мы обратимся к религиям дохристианским, неважно, что речь не только по времени. Многие религии дохристианские, они до сих пор остаются. Я говорю, дохристианские, то есть, не имеющие ничего христианского в себе. Все эти религии говорят о двух состояниях души человеческой. или рай, или ад. Праведники идут в рай, грешники все идут в ад. Знаете, есть такие зарисовки, если кто-то когда-то читал Гомера до Одиссея, как там Одиссей там встречает, по-моему, Агамемна, я забыл уже кого-то, нет, другого героя, ну, ну, неважно, в общем, другого героя, и тот жалуется ему. А, Хеллес! Жалуется ему и говорит, я бы предпочел бы быть на земле, работать у пахаря самого бедного, чем здесь царствовать в этом бездушном мире над этими бездушными призраками в таком роде. Там у них очень интересные строки. Ну, в общем-то, скажу так, что все дохристианские религии они рисуют будучность в двух только цветах ад и рай. Причем совершенно жестко. Негодяй, преступник, он, естественно, будет в поду, праведники будут в район. Ну, называли это по-разному, это не имеет никакого в данном случае значения. Вот такова основная идея всего дохристианского сознания. Что сделало христианство? Что мы находим в христианстве? Прежде всего, мы сталкиваемся с фактом, которого не знает, не знала, по крайней мере, ни одна религия. Какой факт? Речь идет в данном случае о правом справа распятом разбойнике. То, что он был преступник и то, что его приговорили к распятию, это говорит о том, что он был убийцем. И он сам сказал другому сотоварищу, мы достойные по делам нашим получаем. Сознался. То есть, он именно был таков. И по учению любой религии он должен идти в ад. Но что мы здесь находим? В данном случае Христос говорит ему за известные его слова, всем известные слова, мы достойные получили по своим делам. Помяни меня, Господи, в твоем царстве. То есть, мы там не будем никогда. Ты только помяни. Мы там не будем. Знал, чего он достоин. Знал. Только ада. Ответ – сегодня же будешь со мною в раю. Мы так привыкли, к сожалению, вот к этому эпизоду, к этим словам. Привыкли, но и отчасти, может быть, никогда и не занимались этим, что не не представляем. Это же, эти слова Христа, это же самый страшный антирелигиозный вызов. По всем религиям он должен идти туда, этот убийца. А здесь, говорит, сегодня же будешь в раю, – это что такое? Ещё раз повторяю, это не единичный случай. Посмотрите в Евангелии, что он оправдывает какого-то мытаря, этого мошенника, который вместо того, чтобы взять 100 рублей, берёт 200 налогов. Женщину эту взятую опять говорит – иди, только больше не греши. Это что такое? Привели её же по закону Моисееву, нужно было побить камнями это сейчас, да, в земной жизни, а на самом деле, куда она пойдёт-то? Ясно, в преисподнюю. Разве это непонятно? Побиение камнями это было только вот этот, так сказать, внешний акт. А на самом-то деле, что означал этот акт? Её осуждение на вечные муки. Христос что говорит? И так одно за другим. Христианство – это антирелигиозная религия. Что же, что же, о чём же говорит христианство? говорит удивительные вещи, радостные и в то же время в высшей степени серьёзные. Оказывается, тот человек, который вот живёт вот этой жизнью, и у которого у каждого человека грехов полно, правда, если он только с ума сошёл, тогда он грехов себе не видит, конечно. Только сумасшедший может не видеть себе грехи. Прекрасно понимает, но если при этом он всё-таки да, я грешен, но я хочу, хотел бы быть негрешным, ты, Господи, помоги мне, я каюсь, и я хочу каяться, и буду каяться, и обращаться к Богу с молитвой об этом, чтобы Господь помог даже, насколько это возможно, мне избавиться. Так вот, каждый человек говорит христианство, который действительно искренне всё-таки хочет добра, истины, вот, добродетели, который хочет, кается в своих своих грехах, он, этот человек, оказывается, по христианскому учению, будет спасён. Ещё раз повторяю, это беспрецедентное учение в той же ветхозаветной религии даже, которую мы называем Бог откровенный, она действительно благ Бога откровенная религия, но это было только, знаете, откровение, самое ещё поверхностное, данное только еврейскому народу, который, посмотрите, в каких условиях тогда жил? И кем был? Только для них большего они не могли понести, не могли не понести блаженно чистые сердца, пути милости, милосердия и так далее, не могли ещё понести этого, хотя уже пророки говорили об этом, уже говорили пророки, но, к сожалению, и с ними расправлялись. Но это была ещё религия, так сказать, грубая, даже единственное десятисловие, помните, что даже чти отца твою, матерь твою, да благо, где тебе будет на земле, всё было о земленении, всё устремно к земле, если будешь исполнять закон, ты будешь головою народа, не будешь исполнять, хвостом будешь и так далее. то есть материализм, такой сильнейший материализм при вере в единого Бога. Христианца отрывает и говорит, голубчик, неужели ты не понимаешь, что ты смертный? Или что, ты думаешь, только другие умирают? А ты что, будешь вечно жить? Подумай, пока не поздно, займись душой своей, покайся, кайся, не покайся, нельзя сказать покайся, покайся, что-то я сделал и всё. Не покайся, а кайся. Делай, что можешь по силам своей, по своим силам, потому что есть. Христос прямо указал Евангелие, сегодня будешь со мной в раю. Кому сказал? Негодяю, бандиту. Можно сказать, даже в данном случае, исходя из учения отцов, можно полагать так, что каждый христианин, который действительно будет стремиться жить, насколько хватает у него сил и кается нарушением, возможно, очень возможно, он даже избежит мытарств. Разбойник избежал мытарств. Сегодня же будешь в раю не через 40 дней, слышите? А сегодня же я хочу указать на что? На огромные преимущества христиан. Какое они имеют преимущество, если захотят им воспользоваться? Можно избежать встречи с кем? Ведь что такое мытарство? Ведь там же не просто встречи с этими гадостями, а встречи ещё с кем? С дьяволом! очень много случаев, когда люди всё-таки бывают, встречаются ещё здесь, в земных условиях встречаются, они потом долго не могут опомниться от этих встреч. Это действительно встречи ужасы! Демонические эти силы, это ужасны! Христиане имеют возможность не встретиться с ними! Какой христианин? Святой? Кто такой святой? Макарий Великий, который называли земным Богом в своей утренней молитве, что говорит? Боже, очисти меня грешного, потому что я никогда ничего доброго не совершил пред Тобою. По-славянски это, знаете, звучит Боже, очисти меня грешного, яко ни кали же, то есть никогда же, сотворих благое пред Тобою. О, если бы мы могли достичь того, чтобы увидеть, что я действительно ничего благого не делаю! То есть я пытаюсь, я пытаюсь, я хочу, но на самом деле подал нищему копейку и кричу, Господи, подавай лимон! Ни одного доброго дела не можем сделать, потому что сразу входит или зараза тщеславия, или самомнение, или какой-то расчёт, или человекугодие, или слава! Как он здорово написал! Никогда же сотворил благою пред Тобою! Да, всё пронизано у нас этим! Это надо видеть, с этим надо бороться, с этим надо... Об этом уже кается! Да, но блажен человек, который это увидит. Самое страшное, если он увидит, что я всё-таки ничего. Как об этом хорошо сказал Феофан Затворник, сам дрянь-трянью, а всё твердит, я не такой, как прочие люди. Слава тебе, Господи! Вот ужас! Вот здесь – да! Вот здесь – беда! Здесь, голубчик, придётся на мытарствах побыть, придётся встретиться с этими, да, от которых взвоет, но деваться только некуда. Не такой, как прочие. Я всё-таки хороший! Вот беда! Самая страшная беда, о которой говорит христианство. Я ещё имею пять минут, десять, да? Как же быть с множеством людей, которые, конечно же, даже и не знают об этом, о чём мы говорим, подчас не знают даже покаяния, не знают, что нужно увидеть себя, кто мы есть на самом деле. Как быть здесь? Что же? Можно изменить их участь или нет? С самого начала существования церкви она молится об усопших. Если бы нельзя было изменить, тогда какой смысл? Молитва об усопших. Что это, обман был бы? Нет! Молится! И действительно, оказывается, сила этих молитв может быть велика. А что такое молиться, интересно? Записочку подал, да? По монастырям разослал? Батюшкам дал? Или архиерею? Нет! Святитель Феофан Затворник ой, как здорово пишет об этом! «Если мы сами о своих родных не молимся, то...» И дальше он пишет такие вещи. Я думаю, хорошо, что здесь нет батюшек, а то бы они меня запустили бы. Сейчас только за то, что я цитирую святителя Феофана Затворника. говорит, молебен про трещат так же и про скамидию, так же и обедню, а человек-то останется безо всего. Язычестве как там хорошо! Внёс вот столько, и всё в порядке! И какой-нибудь молох тебя, пожалуйста, освободит! Христа не обманешь! Где твоя молитва? Где молитва? Бога же не купишь деньгами, ему ж не нужно! Ни монастырями, ни храмами, ни чинами! Он прямо пишет! Если сами не молимся, тогда бесполезно всё наше! Да! Но надо как? Надо самому молиться! И действительно, действительно, если при этом человек сам молится, то при этом и милостыня тогда будет иметь значение, когда человек просится и даёт нуждающимся, слышите, я повторяю, нуждающимся, потому что иногда мы даём тем, кто ничего не нуждается, нуждающимся, страдающим, больным, бедным даёт милостыню, опять с мыслью, Господи, помилуй меня! Да! Господи, помилуй этого человека, за которого я молюсь! Прими это! Одним словом, он настаивает, Феофан Затворник, на том, что без личной молитвы наши поминовения остаются бесплодными. Нельзя просто вот так. об этом молитве ой, как много пишут наши святых отцов! То есть, все они пишут об этом и говорят, какая только молитва может быть приемлемая, только та, которая совершается с вниманием, естественно. Нельзя же, вы пришли к человеку, и вместо того, чтобы разговаривать с ним, пришли к нему, начинаете разговаривать еще с его недругами, какие там вокруг, отворачивайтесь, он с вами разговаривать не будет. Когда мы обращаемся к Богу, а сами в это время, кажется, обращаемся, а сами в это время неизвестно с кем разговариваем, что будет? Святитель Игнатий Вринчинов пишет, молитвы без внимания, то есть, в смысле, без понуждения себя к вниманию, мы рассеиваемся, ловить, рассеиваемся, ловить. Молитвы без понуждения себя к вниманию – это оскорбление Бога. Этим можно даже вызвать гнев Божий. Так вот, молитва об усопших. Да, это великая сила. Усопший же не имеет там воли, чтобы исправиться. Он не может там ничего сделать. Нет у него ничего. Мы можем. Чем можем? Искренней молитвой. Какой? Очень важный, кстати, момент. сказал, что искренне молиться за Него. А через какое стекло лучше свет проходит? Через намазанный дёгтем? Да завешанный ещё всеми, я не знаю, какими. Или когда мы его очистим? Бог есть свет, Бог есть любовь, Бог есть милость. Но наше молитва, наше действие молитвы, от чего зависит? Какое стёклышко, через какое стёклышко пройдёт эта милость Божия? О чём я говорю-то сейчас? Мы, от нашего состояния духовного зависит действие Божие на душу того человека. Почему, кстати, почему обращаемся к святым-то? Или ищем святых? Почему? Чистый. Свет Христов проходит и действует, а грязное, замазанное стекло, всё в дёгте. Что там пройдёт? Остаётся душа без света. То есть, сила молитв об усопшем зависит от чего? От нашей духовной жизни. Хотим мы действительно помочь человеку? Действительно, если искренняя любовь, то, по крайней мере, хотя бы, хотя бы, по крайней мере, хотя 40 дней в эти, в эти дни, когда фактически определяется участь души человеческой, хотя бы в эти дни человек, который желает помочь своему там родному, любимому человеку, в эти дни хотя бы проведи свою жизнь действительно по-христиански. Постарайся! Насколько можно, воздержись от всяких грехов, насколько можно, постарайся и покаяться, и причаститься, и, может быть, пост какой-то даже положить, отказаться от чего-нибудь, от этого несчастного телевизора или ещё от чего-нибудь. То есть, хоть маленький подвиг соверши ради чего? Ради любви к этому своему человеку. Слышите! Не просто так это помолиться, как мы говорим, а особенно подал записку. Христос что сказал ученикам, которые не смогли изгнать беса из бесноватого ровья? Почему мы не могли? Ответил. Этот дух изгоняется молитвою и постом. Под постом что, разумеется? Воздержание, понуждение себя. Вот, оказывается, при каком условии молитву приобретает действенную силу. Без этого может всё пропасть. Кто пытается отделаться записками, обманывает и себя и оставляет без без помощи, без всякой помощи оставляет усопшего человека. Тот хлеба просит. А я ему что даю? А хлеб какой? Потрудись ты! Ты! А здесь ещё, живущий на земле, в твоих руках, твоя воля с тобой, да, потрудись ради меня хоть немножко эти сорок дней, очисти себя, чтобы благодать Божия могла проникнуть и к этому, к душе этого человека. Этого научает церковь. Вот, оказывается, каким образом мы можем помочь усопшему человеку. И, кстати, это в высшей степени важно. Знаете, ещё почему? Из эгоистических соображений, если хотите, ведь я же помру, я не буду сейчас так, и за меня никто не сделает. Как аукнется, так и откликнется. Если сейчас я ничего не сделаю ради вот моих близких, и ради меня потом никто не сделает, ибо блаженны милостивые, милостивые, они помилованы будут. Видите, оказывается, даже и с этой стороны, как это важно, опять действительно понудить себя, действительно проявить милость, милосердие к той душе, к тому человеку, за которого мы молимся. мы можем. И молитва имеет огромную силу. Один только вам факт приведу. Был такой император Троян, замечательный император римский. Это первый, сотый год, начало второго века, да, страшный гонитель христиан. Но гонитель почему? Не потому, что он был злой, а потому, что он считал, что он, как император, обязан был исполнять тот закон, который был принят в Римской империи. А закон был принят очень твёрдый. То, что народ выразил буквально в трёх словах христиан коль вам. И он был гонителем христиан. Но интересно следующее. Один из святых, Григорий Двоеслов, ну, не буду описывать всю ситуацию, неважно. А, в этой книжке Бог, там, нет, в книжке Бог, не знаю, найдёте или нет. Наверное, найдёте, да. Осипов писал, я уже не помню, что он там писал. Так, одним словом, епископ Римский Григорий Двоеслов по одной из причин начал молиться усиленно за Трояна, за этого императора. Причём молиться как? Так, как сказал Христос, сей род изгоняется молитвою и постом. И, и, да, Троян был освобождён. Григорий Двоеслов это шестое столетие. Троян, я вам сказал уже, это начало, самое начало второго столетия. Об этом пишет святитель Марк Эфесский. Он говорит, да, по молитвам святителя Григория Троян был помилован. Говорят, так он же не крещён был! Ответ, ответ, кстати, замечательный ответ. есть третий вид крещения – слёзы. Ну, слёзы понятны. Какие слёзы? Слёзы молитв, слёзы покаяния. Вот, видите? Итак, оказывается, есть возможность спасения для очень многих, даже для гонителей христианства. Есть, но, но все понимаем, что для этого необходимо. Я не касаюсь сейчас других вопросов, есть ещё целый ряд других вопросов, очень интересных, да, но я вижу, что я уже и так всё переборщил. Никогда не давайте профессорам свободу слова! Не остановите потом! Вот так. Ну, спасибо вам! Я проходил так называемый Всеправославный собор на Крике. Но окончательно вот какие-то акценты, пока мы вот не услышали от нашего священного начали, хотелось бы в предварительном порядке всё-таки ваше отношение, вашу оценку этого события. Я выскажу только своё личное мнение, а не мнение Церкви. А Церковь, вы теперь знаете мнение Церкви, да? Это что, скажем, в священном начале? Вот так. Но, по-моему, в данном случае действительно мнение, в данном случае моё мнение действительно совпадёт. Дело в том, что собор, к сожалению, был организован всё-таки не на тех началах, которые должны бы присутствовать для православного Вселенского собора. Что меня более всего удивило и даже, я бы сказал, оттолкнуло, когда некоторые заявили, не указывая имён, не хочу называть имён, ни в коем случае не люблю называть имён, когда вдруг заявили, что собор этот не потому не называется вселенским, что там не будет западных христиан, католиков в частности. Я помню, я был просто поражён. Это что такое? Это всё равно, что на Первом Вселенском соборе бы, или на Втором бы потом сказали бы, если Ария не будет там, то уже он Вселенским собором не может называться. Ещё раз я пользуюсь случаем, что учтите, католичество – это действительно, не знаю, это букет, букет ересей. Там извращены все, вы понимаете, все христианские истины извращены. Я говорю это неголословно, я полтора десятка лет преподавал этот предмет. Все истины – это просто поразительно, но самое, может быть, ужасное, что католическая церковь в таком вопросе, как спасение человека, даёт те рекомендации, которые по учению всех святых отцов первого тысячелетия, обращаю ваше внимание, то есть, когда ещё Рим, Рим ещё был един, первое тысячелетие называется прелестью, заблуждением, бесовской прелестью, это вдруг стало предлагаться как истинный путь духовной жизни. Я не говорю о многих других догматических вещах. Итак, и тут вдруг заявление – он потому не может быть вселенским, что там не будет присутствовать на нём. Но это первое, что мне хотелось сказать. понимаете. Но в отношении самого собора на нём не было ни одного того вопроса, который мы могли сказать вероучительным вопросом. А Вселенские соборы, или как сейчас все православные, это соборы обязаны рассматривать эти вопросы. а они есть сейчас? Их не было. Какие это вопросы? В частности, вопрос экуминизма. Ну, я не знаю сейчас об экуминизме говорить, наверное, долго, но хочу вам сказать, что экуминическое движение, организованное протестантизмом и масонством, кстати, это очень интересно, что истоки именно те, в конечном счёте приводит к смешению всего в христианстве. Экуминическое движение ищет не истинной церкви, на которую мы бы должны все ориентироваться, а ищет единой церкви через соединение всех в том состоянии, в котором они есть. Это беда. И к чему оно привело сейчас? Вы должны... Ну, я думаю, что знаете. Несмотря на протесты православных, они ввели женское священство. Теперь ввели этих гомиков несчастных. Уже там и священники, и епископы. Отрицание уже самых основных догматов. И это всё экуминизм. Собор не осудил этого. Более того, напротив, сделал заявление, которое вызывает просто недоумение, называя их церквами. Я понимаю, что в экуминическом лексиконе, да, они называются церквами, и мы можем, обращаясь к ним, ну, как нам представят человека, имя, отчество мы называем, так и здесь. Но когда соборные определения, мы, конечно, должны сказать, вы общины, называющие себя христианскими, это ваше дело, но мы никак церковью вас назвать не можем. Это печальное явление, конечно, очень печальное. По этому поводу были сделаны целый ряд очень хороших заявлений, в частности, мне очень понравилась бумага русской зарубежной церкви с хорошим таким основательным разбором многих положений, которые связаны с ним. Ну, и потом, вы же знаете, наша делегация не поехала на собор, так же, как не поехали ещё представители нескольких церквей, поэтому этот собор мы никак не можем считать всем православным, тем более вселенским, и рассматривать его решение как носящий обязательный характер. Этого нет. Собралось просто совещание нескольких православных церквей. Вот так. Прошло вашу замечательную проповедь, разрешите так назвать, потому что многие вещи, которые вот изучал, они сейчас расставились. Но у меня возник вопрос, есть ли исходя из вашего толкового изложения шанс спастись у Растриги Денисенко, так называемого патриархофиларета? Да, конечно. Почему же? Бандит, распитый справа, спасся. Почему же он не может быть спасён? Я вообще считаю, лично, учтите, я говорю, не от лица церкви, а лично, я считаю, что в конечном счёте, пройдя, конечно, через страдания большие, но должны спастись все. Потому что Бог создал человека не для гибели, а для блаженства. И Бог до творения человека уже знал, как каждый человек определит свою свободу. Знал он? Знал. Если Бог есть любовь, не мог он дать бытие кому-либо для вечных мучений. Мучений будут? Да. Увы, конечно. невероятно. Но сказать, что бесконечные мучения, что Бог сотворил человека, это просто невероятно. Но это моя личная точка зрения. Так? А не личная, не личная, как мне кажется, церковная. Я вот в этой книжечке, можете посмотреть, которую Осипов написал, он там говорит, что святые отцы, которых он считает основанием истины, оказывается, оказывается, говорят и то, и другое. И священное Писание, причём я там привожу, можете почитать, и святые отцы, и всё наше богослужение говорит, вот вы можете, прямо читайте, пойдут в муку вечные, тут же читайте дальше, спасутся все. Как? И то, и другое, в формальном плане это просто потрясающее противоречие. На самом деле? А на самом деле это что? Я вам скажу, это просто мудрость и любовь. Попробуй нам только сказать, что все спасутся. Ура! Не правда ли? Скажи нам, нет, спасутся только праведники. я знаю, что я никогда праведником не стану. Ну, то есть какой-нибудь сумасшедший, может быть, назовёт себя праведником. Так никто. Так, значит, всё, я погиб, а тогда уже всё равно. Правильно? о, какая мудрость! Действительно, как замечательно! Прямо вот, прям, прям один за другим идут. Вдруг тот же отец Иоанн Лесич, посмотрите, пишет, да, праведники спасутся, грешники пойдут в муку вечную, тут же пишет, Бог благ, и все, и всех, и все будут, все наследуют жизнь вечной, праведной и неправедной, грешной и безгрешной, страстной и бесстрастной. Простите, да как же вы такое можете? Причём пишут совершенно спокойно и то, и другое. И, наконец, я помню, я очень думал об этом и, наконец, понял, да нельзя же нам сказать! Мы настолько слабенькие, нам ничего нельзя сказать, ни того, ни другого. Конечно, логично, логично только одно, что все спасёмся, но попробуйте нам сказать, что мы все спасёмся. С ума сойдём тут же. Вот так. У меня вопрос, скорее, не богословского, а философского плана. Если после второго пришествия страдания всё-таки будут, поскольку мы знаем, что будет воскрешение суда, и по словам Христа, сказанным в Евангелии, грешники будут помещены в гиену огненную, если мы примем эту посылку, с другой стороны, примем как посылку ваше частное мнение, что страдания в итоге прекратятся. У меня вопрос следующий. Все мы знаем, что после того, как Христос придёт второй раз, время прекратится, то есть начнётся та самая вечность, о которой вы говорили. А что такое вечность, согласно классическим, философским определением? Вечность – это отсутствие времени, то есть отсутствие какого-либо изменения. Соответственно, у меня вопрос, у меня не укладывается в голове, как можно, с чисто философской стороны, одновременно считать, что после пришествия Христова время прекратится, и наступит вечность, то есть не будет никакого изменения, не будет никакого изменения, в том числе и в участи людей после суда. С другой стороны, утверждать, что всё-таки страдания прекратятся, а прекращение страданий есть, соответственно, некоторые изменения. Вот такой вопрос. Ну, я вас понял. Я просто, надо было сказать мне ещё, что это спасение произойдёт во втором пришествии Христа, а не после Него будет продолжение. История заканчивается, и во втором пришествии уже всё совершится окончательно. Будет, как пишет апостол Павел, Бог всяческое во всём. Во втором пришествии всё окончится. А, кстати, насчёт времени, да, секунду, можно? Насчёт времени. Тонул генерал. Ну, ясно, не адмирал же. Ну, ясно, адмирал не может тонуть, сами понимаете. Так. Но его вытащили. Конечно, откачали. Был такой весельчак. Ну, парень рубаха, что называется. Так. А тут стал такой, знаете, серьёзный, задумчивый, рассудительный. Ну, все поняли, конечно, пережить такую трагедию. Естественно. И вот однажды он рассказал. Оказывается, когда я тонул, передо мной прошла вся моя жизнь. Не промелькнула, а вот так, как вот я живу сейчас, так она и шла. Но не просто она прошла передо мной, а с постоянной оценкой каждого своего поступка, каждого деяния, мысли, желания и так далее. Сколько он времени тонул? Минуты две-три, что ли, был без сознания? Перед ним сколько прошло? Генералу было уже лет за пятьдесят. Как? В две минуты пятьдесят лет? Конечно же! Что вы! В том-то и дело мы не знаем, что такое вечность. Оказывается, вот оно можно. То, что для нас кажется мигом, в это время, там, оказывается, он может растягиваться, я не знаю как. Это мы вступаем в категорию вещей, которые, не пережив, мы ссорить не можем. Вот, оказывается, поэтому со вторым пришестием оканчивается всё. Всё будет, Бог, всяческое во всём. И никакого дальше, после второго пришествия, ничего не будет, каких-то там, знаете ли, опять изменений, судьбы человека и так далее. Вот так. Вот так. Как хорошо. Все поняли. Ой, слава. Спасибо. Спасибо. Спасибо.